ребята кто это вот это вот у меня кто это у меня во дворе ходит кто это ужас кто это ребятки кто это пошел ой мама моя дорогая ёжик или не ёжик кто это там забился вон он вон он кто это это уже я в огород пришла ёжик наверно точно ёжик а я дурная боялась ой ты какой хорошенький я с тебе там налила молока и сметаны отчего ты ушел шипит и шипит ах ты лесной разбойник ой даже еще и прыгает ой ладно не буду тебя трогать гуляй ёжик от палочки нету хочу его палочкой потрогать даже в огороде палочки нема точно ёжик это же он убежал я пока ему принесла молока сметаны он убежал оттуда тут в этих зебрях не только тут змея будет ползать скоро в этих зебрях палочкой хочу его потрогать вот он ёжик что же он ест а вот я прицепилась к этому ёжику а комочек во комаре и море тут попа ой он еще и прыгает все я пошла я боюсь ой ой он же еще и прыгает комарей моря вон он вот он все меня за загрызут тут комары пошла я я ему там сметаны вынесла молочка в крышечку а он ушел комарей кусают блин с этим огородом вот он комочек ёжик откуда ж он пришел а это ж надо так ему притаиться а ой прыгает как и шипит я не буду отрогать тебя все пошла я комары закусали объект от меня убежал я пока дома попила чай думаю пойду же на него еще раз гляну посмотрела а его нету здесь он под кустом стоит сметана в баночке завтра сестра будет ругаться скажет опять котов кормишь да будет на меня ругаться я и скажу что это не кот это ёжик был ой ужас вот так вот хожу поздно еще наступлю на кого-нибудь как я не люблю частный сектор девочки милые как я не люблю мне кажется если бы я осталась без дома я был частном секторе никогда не жила но никогда это такие ужасы происходят это огород земля по-любому сарайчик по-любому сарайчики живут мыши крысы уже и как кто только в частном секторе не живет ой как я всего этого боюсь ужас мне даже неприятно вроде ежик безобидное животное я его как-то вот но но неприятно мне вот как мне теперь 23 00 топать по двору а вдруг я на него наступлю всего пойду я свой маман укладывать спать это я думаю кто там под а я по я сметану поставила с молоком под куст шиповника сейчас уже стемнело и думаю кто там так лакает язычком и такой вот звук идет думаю неужели ёжик вернулся глянула кошка есть думаю пускай есть а вы говорите а котов не люблю кошка сметану ест вместо ёжика так что так девочки время там сколько полдесятого не люблю я частный сектор вот понимаете я упираюсь и руками и ногами частный сектор вообще не хочу вообще хочу вот жить вот в квартире я всю жизнь хотела жить в квартире я так рада что 18 лет вырвалась с родительского дома сразу пошла к свекрови в девятиэтажку мы жили на восьмом этаже и и получили потом вот эту малосемейку я был частном доме не жила бы вообще мыши крышцы уже пробегают я помню действие несколько раз уже и в огороде ползали ну понимаете я как-то вот и она ёжика посмотрела я как-то вот мне кажется по мне что-то ползает вот такое ощущение о я боюсь всех этой ход насекомых всех вот этих вот зверюшек я все это боюсь помню когда я была малая у нас был в гараже у батьки мотоцикл из юпитер 2 я даже номер помню 36 37 гс в голубого цвета с коляской и вот он ездил в лес ездил лес и привез мне однажды маленького такого вот зайчика и я его с пипетки кормила без памяти у него раздуло живот и он умер это вот я помню камеру закрыла вам обычно показывает я под таким возбуждением что ёжик по двору ходил до в огороде я не знаю я просто вот мне кажется помнишь это все ползает да девочки я чисто городской человек я предназначена для жизни только в квартире но не в частном секторе я удивляюсь почему у меня наталья как сразу переехала в минск она сразу сказала я хочу свой дом у нее был выбор строить квартиру или строить дом все-таки она тогда участки раздавали вот она была тогда в положении я най она выстояла ночь чтобы получить участок и вот ей выделили этот участок на котором она построилась моя наталья я удивлена как это так можно ходить частный дом у нее был выбор или строить квартиру или частный дом все что-то мой маман там кряхтит он извивается пошла я доброе утро доброе утро всем доброе утро моим подписчикам зрителям иду с поликлиники сдала анализ крови с вены эта рука согнутая еще держу согнутом виде что хочу сказать на направлении было написано 309 кабинет отсидела на третьем этаже минут двадцать пять очередь на третьем этаже так жарко захожу подаю три бумажки пытаюсь посадить свою попу она говорит не садитесь идите в 106 там берут на холестерин там берут на сахар там берут на все я говорю написано 309 идите 306 ой в 106 я спустилась пошла в 106 кабинет а это процедурный кабинет там никого нет ни единого человека я сразу зашла с меня взяли анализ и вот иду домой двадцать пять минут где-то примерно я отсидела на третьем этаже у 309 кабинете а потом зашла мне отправили что 6 вот так бывает везде иду домой прохладненько пока тут солнышко нет вот такие дела ну все давайте пока дорогие мои зрители подписчики дома бардак бардак потому что разморозила холодильник свой разморозила вот разморозил он все равно в макрии тут макрии тут влажные стены вот надо чтоб просох вот положила полотенце чтобы он не закрывался все это я разморозила но здесь почему-то дверца закрывается ой вот так может хоть не будет закрываться ну и решила заодно протереть ну сама себе сказала вот эту часть потолка только которая над холодильником но наверное уже протру все раз разбавила мыльную воду вот раз принесла стремянку и сейчас наверно протру его просто тупо протру вот вот с большего но здесь уже мыльная тряпочка протерла сейчас сухую протру все-таки как не протираешь а вот ябка такая вот ну темноватая специально разрезала махровое полотенце белое вот полотенце секонд-хенд было специально разрезала и сейчас буду протирать вот так а был бы мне мужичок я бы сказала али оп и тигры у ног моих стали так нема кому сказать али оп как тут боярский поет али оп и тигры у ног моих стали если упаду вы будете свидетелями что я не пьяная а трезвая вот как вас направить чтобы не шлепнулись так вам видно видно мыльной тряпочкой прошлась это вы знаете кто мне такой потолочек сделал вы хоть там записывайтесь записывайтесь это мой алкашик с которым я жила четыре с половиной года он и такой потолочек забацал не сделал а забацал а как он любит говорит забаловал мы с вами когда-нибудь к нему съездим но он матюшник страшный я маты крою а а он а он еще вдвойне поэтому позорюсь я вот сейчас протру полоску вот белый белый сделаю эксперимент белый вот палец до протру полоску грязно ну а не очень грязно видите не очень вот чуть-чуть ну надо протирать потолок мужики вы где бабы лазят протирают вы знаете что мне больше всего интересовало чтобы протереть именно на над холодильником там я могу протереть в любое время дня и ночи а именно над холодильником все алис нихрена не алис надо хоть обои протереть пыль убрать короче я девочки решила каждый день понемножку о обои протерла крыши на я каждый день понемножечку наводить порядок а иначе я закакалась в достой окно сегодня мыть не буду и не собираюсь кругом пыль кругом грязь кругом вообще темный лес вытерла карниза кусочек так ладно ладно пора слазить над холодильником мы протерли и за холодильником тоже обои тоже протерла я девочки беру обои протираю они не моющиеся но вот протерла обои обои протерла они не моющиеся обычные обои но я все но я все равно их каждый год так вот протираю не знаю почему но потому что там грязь оседает ой ой мои девчонки чтоб я без вас сделала все ничего больше не буду делать только сейчас задвину холодильник под холодильником я уже пол помыла задвину холодильник загружу холодильник а уже буду протирать дальше потолок или нет не знаю но у меня в ведерке мыльная водичка наверное надо но тут цепляется одно за заодно это придурочная люстра висит и так боюсь трогать вообще стою с вами на стремянке разговариваю это холодильник плохо одной девчонки так вот был бы мужичок сейчас со мной бы что-то мне помог надо было мне того подобрать который солнечной ванны принимал худенький но это весь и мамки не было можно было с ним спеться поговорить ты кто откуда где семья чем дышишь так ладно мечты мечты а мужиков то нема так сейчас будем двигать холодильник это вам не просто так 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 мальчики девочки ну что поехали ой жизнь маша холостяцкая правильно моя мамка говорила хоть грязный мужик сегодня хоть грязная ширма но своя запомните молодежь человек девяносто пятый год он лежит и говорит хоть грязная ширма но своя про мужика а гроши не заработала еще на линолеум ой девчонки чего-то скрипит а вот нема мужика как бы там решетку не поломать а а телефон свет меня это темный то светлый то темный то светлый только такое никогда он так не скрипела пяткой на что-то наступила от чего вы цвет меняете куда он куда вас поставить чего вы цвет меняете а вы что будет но все равно загружен чего он так скрипит никогда чтоб не скрипел а а как я теперь а где провод а а как теперь включить холодильник что вы мне моргаете а куда вас поставить некуда вас поставить стойте на плите будете сейчас поджариваться а как же мне теперь вот этот провод от холодильника туда закинуть а вы не знаете провод от холодильника а ой мама моя родная а если я вот так вот сделаю вот так и раз погода мучаюсь ой блядь о достала провод вот он так вот так девчонки а мы хорохолимся на хрен нам мужик стирать ему носки варить ему жрать а каждая из нас хочет мужичка каждая и не надо со мной спорить не надо мне говорить высказывание вот если у вас был мужчина вы бы не смотрели за огородом и девочки это я так в домашней одежде вот все посмотрела и за мужиком и за огородом и за мужиком больше огородов тогда не было ни за огородом за клумбой все холодильник я продвинула сейчас надо все цветы которые я сняла с холодильника все поставить на холодильник все загрузить в холодильник а потом его врубить опять так девочки я мучаюсь от нам все время понимаете понимаете дел когда ты в доме один когда у тебя нет мужской помощи и вот это вот все двигай вот это стремянки вот это лестнице это все очень как-то давит на нервную систему на психику что ты один и тебя нет никакой помощи никакой и не вообще даже вот мучера с сестрой цепанулись я говорю лена ну там у нас свои были были с ней терке я говорю у меня вот я прихожу к мамке с 4 дня до 11 вечера у меня нет никакой моральной поддержки она сразу а у меня я говорю мы в данное время разбираем мою ситуацию а не твою вот когда начинаешь разбирать ее ситуацию она мне сразу а ты а у тебя а ты я и начинаю говорить лена мы говорим о тебе не обо мне вчера мы разбирали мою ситуацию она сразу а я а у меня я не могу больше я больше девочки не могу вроде вчера была речь и ни о чем но мы с ней разругались по черному и опять же я ее оскорбила я с меня оскорбление так и прет а ведь можно было обойтись без оскорблений в ее сторону не знаю почему почему я такая потому что мне трудно одной я всюду одна с любой трудностью я справляюсь одна с мамкой плохо какой приступ скорую вызываю одна меня никто не поддержит меня только сидят на телефоне ну как ты там как она приехала врач не приехал что укололи дома у так вот что вот слух случится там люстра или вот холодильник подвигать опять я одна что-то вот все розетки шатаются я одна плинтуса эти долбаные пластмассовые раньше был плинтус гвоздиком деревянный прибит вспомните в нашу молодость он держался вечно теперь вот идешь мизинцем на углу шкарбанешь и этот плинтус разваливается пластмассовый а я эти уголочки не могу ставить и вот все понимаете рушится по мелочевке не по крупному а по мелочевке и ты с этой мелочевкой так как ты женщина ты не можешь справиться все отключаюсь все равно вы меня не поняли все равно сейчас посыпется комментарий ты на букву ты псих ты себя даже не любишь я себя люблю девочки больше всех ох вы умер стоите вместо цветов на холодильнике стойте не упадите не дай бог упадете значит так холодильник мы чего-то не просыхает вот он мак влажный ну я вытерла лед убрала вот сухим полотенечком вот вытерла сейчас от дрожения вы у меня упадете все я загружаю холодильник загружаю правда но не покажу что загружаю иначе будете меня жалеть а я не люблю когда меня жалеют девочки бог как не люблю мальчики так это можно выкинуть это надо сохранить это надо сохранить это сюда а это сюда холодильник морозильник загрузили так я чувствую на камеру все это будет долго делаться включить попозже это опять я расставляю свои цветы на холодильник расставляю девочки цветы на холодильник на хрена они мне нужны а я их расставляю может полить надо наверное надо полить питьевой водой себя лишила воды вам видно видно себя лишила воды а цветочек полила так вам видно вам очень плохо видно ну ладно так что так девочки вот такой мой сегодня день решила я немножко ну я во-первых решила разморозить холодильник протереть за холодильником но раз уже ты это делаешь да надо уже что-то сделать вот на хрена он мне а я его развожу жду пока корешочки пустят что еще туда поставить папоротник пойду за папоротником он у меня гуляет в коридоре папоротник мой гуляет в коридоре о какой красавец как я его люблю как я хотела папоротник как он мне нравится и вот тоже надо плескануть его водички мой красавец вам видно видно мой красавец вот пол двенадцатого я чувствую я это делаю мудистику разведу не на потолок сегодня протереть должна просто потолок просто так вроде так стоял так стоял мой красавец так а что здесь стояло вот этот стоял здесь все холодильник укомплектован можно включать в разве девочки уже замучилась употела вся мокрая надо идти будет душ принимать воды пью уже целый графин воды выпила тяжело это мне сейчас 63 я лажу по стремянкам а когда мне будет 73 кто мне будет лазить по стремянкам а когда мне будет 83 а ой 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 девчонки не копыльтесь вы мужики жизни нужны еще как вот это вот мужская работа лазить по стремянкам и мыть потолки это сугубо мужская работа это не бабская вот этого работа вам видно да видно что потом слазит с меня эти за панели надо протереть правда ну правда ну скажите мне правда знаете что у меня у коридора открыта немножко дверь если кто-нибудь меня постоит послушает скажет с кем она разговаривает живет вроде бы одна еще так возьмут по 03 меня вызовут скорую ой девчонки попала в ведро понимаете самое страшное что это можно хистануться на на стремянку то надежда сто процентов но ты же на себя сто процентов не надеешься правда на саму себя сто процентов же надеяться нельзя голова закружится и ты к чертовой матери полетишь кувырдаком и останешься на всю жизнь инвалидом это еще счастье что если помрешь сразу а если не помрешь а будешь инвалидом а потолок чисто иметь хочется правда потолок чисто иметь хочется хочется так что терпим девочки моем потолок и терпим и не бурчим на мужику стремянку двигаю вот задумала я сегодня ой блин палец ударила вот задумала я сегодня вот это задумала думку протереть потолок ну вот задумала ничего не буду протирать даже карниз не буду протирать только потолок протру карниз и клеенку на шкафчиках поменять завтра я вам уже говорила что я меня это у меня на шкафчиках клеенка ой девочки мне кажется я некачественно протираю я же не могу высчитывать допустим до люстры 6 полосок от стены 6 полосок мне кажется я так не знаю с промахами но над этим шкафчиком я уже протерла осталась вот над этим вентиляция черная я же не смогу ее открутить я сама не смогу ее сделать раскрыть мне ее делал когда ко мне приходил гость ему этот алкашик с кем я жила я всегда остановлю ему стремянку он мне ее оттуда выколупает я ее помою он опять ставит но это я уже сама не сделаю что такое белое пятно а это так отсвечивает так что буду продолжать вот эту часть вот от люстры до этого и вот вот кусочек этот и все все девочки с потолком вроде бы управилась помыла потолок ну я не знаю я недовольна своей работой вроде бы вы мало я недовольна во первых невозможно рассчитать расстояние этих планок невозможно приметить пока ты передвинешь эту стремянку ты уже не примечал вытирал ты в этом месте или не вытирал ну короче как не протерла но протерла протираю все думаю о вас помните я вам задавала вопрос чтобы сделали вам с неба упала тысяч 10 долларов 15 кто мне сказал положил бы на счет кто мне сказал отдал бы детям кому дети так сильно дороги кто сказал себе оставить на старость вы знаете что вот были бы у меня сейчас деньги да я бы позвонила есть же вот эти вот по комплексной уборке квартир я бы позвонила и сказала мне нужно нужен человек чтоб только помыл потолок на кухне все вот тупо только потолок один все я бы вызвала ко мне бы пришли и девочки или там кто мальчики протерли бы точно так и мне не надо было сбивать пальцы вот по этой стремянке ползать передвигать ее передвигаю стремянку пальцы под стремянку попадают короче короче тяжело раньше я уборку этого потолка делала ли у меня производилась она легче сейчас очень тяжело во-первых вес прибавился во-вторых что-то не гнется шея млеет в голове два раза кружилась понимаете а вот были бы денежки позвонил бы пришли бы тебе помыли заплатил бы и все и люди пошли бы и они заработали я заработала а я заработала я бы была довольна и все-таки да надо думать о старости надо думать девочки мальчики о старости надо копить немножко что-то отлаживать или что-то где-то если вдруг с наследство перепадет надо не детям отдавать а надо себе положить держать у себя потому что вот так вот какая помощь какое что сделать и никому преклониться а без денег то никому не преклонишься никому а детям отдай потом скажешь приедьте мне помойте потолок одна скажет мне некогда я занятая в субботу приеду другая скажет у меня суббота рабочая я приеду воскресенье в понедельник потом скажут сломались и машины потом скажут сын руку поломал или дочь ногу поломала я не могу выйти из дома вот такие будем терпеть отговорки под старость девочки да 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 какие наши дети золотые не были они сейчас золотые но потом будет сплошная отговорка так что пока я сейчас протирала потолок у меня миллион мысли перекрутилась в голове вся мокрая как падла и пить хочу наверно сахарный диабет ой не могу короче всего сейчас мой объект такой на на шкафчиках как я вам говорил у меня тоненькая лежит клееночки она вся в копоте надо ехать в ума купить тоненькой клееночки в ума продается клеенка для укрытия мебели она такая тонкая что она электризуется к рукам вот такая клеенка у меня лежит на шкафчиках мне надо старую клеенку с копотью свернуть выбросить а новую расстелить но пока шкафы не трогала пока я рада что хоть обработала потолок если бы не надо было сегодня идти к мамке я бы сейчас немножко остыла сполоснулась может быть окно помыла а так не могу надо что-то одно девочки надо что-то делать одно а иначе вот так вот рваться посадишь свое здоровье понимаете его не тяжело мыть потолок но ты стоишь на стремянке это все под напрягом взяться не за что ну за шкафчики берешься за ручки шкафчиков а если ты будешь лететь и шкафчик за собой потянешь так как сейчас висят наши шкафчики все девчонки отключаю сделаю порядок шмон протираю пол пропылесошу и всего рука ну что мои уважаемые зрители вроде бы помыла я потолок конечно сильно я устала не как мытье потолка как стоять на стремянке напряга ног напряга самой ну я бы не мыла потолок если бы не размораживала холодильник одно за одно цепляется вот потому что кусочек этот который над холодильником надо его было протереть но уже думаю протру весь устала до чертиков чтобы делать генеральную уборку надо надо наверное полностью выходной день брать а то так вот допустим до трех часов отдохаешься потом три часа идти допустим туда к матери там я хоть ничего не делаю ничего но все равно усталость чувствуется усталость чувствуется и там находиться с такой усталостью это не выход с положения вот ну буду каждый день делать понемножку потому что квартира запущенная окна немытые так что завтра я буду мыть кухонное окно стирать кухонные тюль и протереть карниз вот это все больше ничего лишнего на завтра окно тюль карниз протереть все каждый день буду по чуть-чуть а иначе если так взяться это можно упасть очень сильно чувствуется усталость очень сильно это я еще не пылесосила такие вот дела мои хорошие наболтала себе просто водички с лимоном но вам не видно водичка с лимоном не хочу не не чая не ничего и вот что сестра варенье давала там целые яблочные дольки просто попью водички с лимоном с дольками вот и все на этом наверно этот влог я заканчиваю он такой получился шалам балам ну что сделаешь но нет у меня новостей пока я думаю что потом будут когда-нибудь все давайте мои хорошие пока пока спасибо вам что смотрите меня спасибо что пишите сегодня еще на комментарии я не отвечала все давайте пока пока